Счастливый финал получила история с жителем Онеги, который заблудился в лесу на прошлой неделе. Подробности через несколько секунд. Утром 18 октября 39-летний мужчина отправился за ягодами на Вонгазера в Онежском районе. Уходя, пообещал супруге вернуться через три дня, но в назначенное время дома так и не появился. Однако смог дозвониться до жены и сообщить, что заблудился. Родственники пострадавшего обратились в службу спасения. Заблудившийся мужчина находился на болоте у Вонгазера. Там он смог развести костер. Спасатели порекомендовали северянину оставаться на месте и ждать прибытия поисковой группы. Мужчина был одет по погоде. На нем была зимняя куртка с капюшоном, баллоневые брюки, резиновые сапоги, сообщили в Архангельской службе спасения. В воскресенье в четвертом часу вечера Анижанин был обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался. Ростуризм опубликовал национальный календарь событий. В него вошли 11 туристических мероприятий по морю. Среди них арт-фестиваль Тайбала, Соловецкая регата, веселое новогодие в Малых Карелах и многие другие. Между тем в Котласе местные активисты и туроператоры собрались, чтобы обсудить, как привлечь туристов. Это может быть общая история не только города Котласа, но и прилегающих территорий. Отдельный музей по звероящерам. Вот ее такая мысль, что это может быть брендом города. Для привлечения туристов сегодня разрабатывается трехдневный маршрут по местным святыням. Туровец, Христофорова пустынь, Сальвачегоск и Великий Устюг. На улицах Котласа нужны указатели достопримечательностей. Есть идея, за счет каких средств их можно установить. Но в местном центре народного творчества сейчас собирают информацию, которая может быть полезной и интересной гостям города. На выходных стартовал 23-й чемпионат области по мини-футболу. Коряжму на нем представляет клуб «Химик». За титул чемпиона области поспорят 10 команд. Северин, Севмаш, Беломорец и Наука, мясные продукты из Северодвинска, Рома, Армида, Пахарь и Софуй из Архангельска, Вельский маяк Анком и Коряжемский химик. В числе основных претендентов на золотые медали числятся Рома, Армида, химик и действующий чемпион «Северин». Далее новости региона одной строкой. Сотрудники МЧС завершили установку тяжелого механизированного моста в 10 пролетов, общая длина которого – 100 метров. Движение откроется уже на этой неделе. Составлен федеральный рейтинг расходов на коммуналку. Жители Архангельской области в среднем тратят 8% доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это один из самых низких показателей в Северо-Западном федеральном округе. До конца года Общественный совет при Министерстве здравоохранения Архангельской области проведет независимую оценку услуг 21-й медицинской организации региона. Оценить работу учреждений здравоохранения может любой желающий. Анкеты размещены на сайте регионального Минздрава, а также на сайтах лечебно-профилактических учреждений. Будем надеяться, что результаты исследования окажутся объективными. Очередной выпуск новостей региона подошел к концу. Я передаю слово моей коллеге Елене Кузнецовой.